Сегодня пригласили мы вас, чтобы рассказать о празднике, старинном обычае русского народа, капустная сегодня вечеринка. Сегодня мы с вами будем делать заготовки на зиму, потому что есть такой обычай, русский обычай, когда заканчиваются полевые работы, когда все овощи собраны. Заготовки на зиму, это как праздник, заготавливается на зиму. Именно капуста была царем стола, потому что в капусте очень много витаминов, и когда ее солишь и маринуешь, она все качества свои показывает уже потом, когда она засоленная. И сейчас мы с вами приступим к этому прекрасному действию, нарезки капусты на зиму. Русский праздник воздвижения, он оправдывается в сентябре, и когда заканчиваются полевые работы, собираются все овощи. Капуста – самый главный овощ, и начинаются заготовки именно в сентябре уже начинаются. И когда 14 октября покров, после покрова начинают режут капусту и солить ее на зиму, делать заготовки. И еще мы же как северные народы, у нас суровые зимы, сейчас они не такие суровые, но все же суровые зимы, и зимы требуют заготовок на зиму. Конечно же, то, что вы вырастили летом, обязательно вы должны сохранить на долгую зиму. Не только русский, не только русский, есть такой обычай, но и татары тоже. Вообще все народности, которые в северной народности, они заготавливают на зиму овощи. А как уж заготавливать на зиму, это уже другой вопрос. Сегодня, конечно же, мы будем все делиться своими рецептами, своими секретами по засолке капусты. Попробуем, как вкуснее. Да, будем пробовать, как вкуснее. Потому что капусту можно ведь не только засолить, захватить, можно же ее и завариновать, можно ее и тушить. Заферментировать можно. Можно пирожки делать, без накида.